Мировые экологи бьют тревогу о том, что глобальный климат меняется и он меняется очень быстро. Не успеваем уследить за теми новостями, которые приходят с материка Антарктиды, где уже среднегодовая температура повысилась примерно на 30 градусов по Цельсию. Мировые ледники тают, пресной воды в океане становится больше, температура воздуха, градус повышается. Мы тем временем Узбекистан, который расположен в самом сердце Центральной Азии с резкоконтинентальным климатом. Мы сами на себя ощущаем вот эти резкие изменения климата, когда при наших условиях летом температура воздуха иногда повышается выше, чем 50 градусов по Цельсию. Насколько деревья, насколько зеленые насаждения, вообще зеленый мир играет важную роль в сохранении и в гармонии природном балансе, я думаю, что каждый здравомыслящий человек знает не понаслышке. Но при этом в последнее время мы все чаще встречаем ситуации, случаи, когда происходит незаконная вырубка деревьев и уничтожение, просто беспричинное уничтожение зеленых насаждений. Президент Республики Узбекистан подписал ряд документов, согласно которому на незаконную вырубку деревьев тоже наложен мораторий. Но наши предприимчивые люди находят много способов, чтобы без вырубки уничтожить эти зеленые насаждения. В отдельных случаях это происходит в корыстных целях. Сегодня мы приехали в ботанический сад Республики Узбекистан, который находится в городе Ташкенте. И приехали для того, чтобы побеседовать с одним из профессиональных экспертов в области зеленых насаждений именно с научной точки зрения. От Аргулёпа Хамирзаева, человек, который в ботаническом саду проработал более 40 лет, сегодня ответит на главные вопросы о том, что есть зеленые насаждения и какую роль они играют в становлении вообще в нашей жизни. От Аргулёса Аковна, большое спасибо, что вы уделили нам время для интервью. Вообще та ситуация, которая происходит у нас в стране с нарушением природного дисбаланса, нарушением природного равновесия, с тем, что у нас практически уничтожается зеленый фонд. Насколько это влияет на экологию, на климат в Узбекистане? Да, в свое время, в Ташкент говорили, зеленый город. Везде действительно были большие аллеи, были парки большие, огромные парки были. В этих парках росло много-много. В свое время вот эти парки мы делали инвентаризацию. Поэтому я очень хорошо знаю, и там вот в этих парках были водоемы. Это все было, как у нас в Атанинском саду, тоже везде у нас есть водоемы. Это микроклимат создавался для населения. Кто не может поехать куда-то далеко, они пошли туда, в этих водоемах купались. И для растений это был микроклимат, и для людей. Они в жаркий климат, в субботу-воскресенье, когда люди отдыхают, они ездили туда, в парки. Там в водоемах они купались, короче, отдыхали. Там был густой лес, и все там с детьми ходили туда отдыхать. В последнее время в связи с этим коронавирусом, ну парки, даже у нас в Ботаническом саду, вы сами знаете, тоже мы все были в карантине, и они остались без ухода. И за счет этого пропали тоже там деревья, суховершенные деревья, потому что остались без полива. И с года в год в последнее время идет аномальная жара. В связи с этим аномальным жарой требуется больше полива. А полив у нас получается, раньше какие-то были арыки специально. В этих арыках вот текла вода, и под каждым растением можно было пустить воду. А сейчас у нас как? У нас сейчас этих арыков все закрыли, и они, вот эти растения, в основном полив делают через подземные воды. А сейчас получилось, и подземные воды тоже мы сейчас берем из земли. Из подземли берем подземные воды. Где-то идет дисбаланс, дисбаланс воды, нарушается водная система внизу. Подземные воды нарушается уже система вот этой. И получается, где-то много воды, где-то меньше воды. Где меньше воды, значит, посмотрите на чинары, где много суховершенит. Это значит, там идет бесполивность, они начинают сухими быть. А если вода поднимается, тоже растение дает знать, что у нее, это самое, чрезмерно много воды, тоже суховершенит. Раз суховершенит, значит, уже опасность идет. И вот растения тоже как люди. Например, люди болеют, болеют и потом страдают. Например, инсультом, раз они заболели или инфарктом заболели, где-то сосуд, значит, она поврежден. И когда она повреждается, маленькие сосуды берут на себя ответственность. Точно так же, как у деревьев. У них, если вот этот идет корень, который, главный корень, который идет вниз, они, когда воды много, они начинают гнить, берут вот эту силу, вот эти окружные, вот эти корневые системы. И там массу дают мелких вот этих корней. И они стараются выжить, понимаете? И поэтому сейчас очень такое время, старые растения бедные страдают и от жары, и от того, что вот источник воды нету. А вот эти новые посадки, вот в основном привозные растения. Привозные растения у нас, сами знаете, жару не очень-то терпит, они жарятся. И вот получается вот так сейчас очень много оголений получается. Вот вчера вот мы вошли, там очень много же было дубов. Это все посадки те времена еще. И на Челанзаре вы имеете ситуацию в виду? Да, Челанзаре. И в городе везде есть старые посадки. Даже вот, пожалуйста, посмотрите, в саду растут какие деревья. Им много лет. Их надо беречь. Значит, сажали дубы, которые в природе, они могут тысячи лет жить. Чинары тоже тысячи лет могут прожить. В городских условиях они страдают. Ясени 250 лет живут. Вот сажали, основа была долгожителей, чтобы каждый раз не пересаживать. Не пересаживать. Да, и чтобы вот транспорт проходит, задерживается движение. Поэтому сажали долгожители вот этих чинар, дубы, ясени, клёны. Давайте поговорим о свойствах, допустим, вот одной чинары. Вот именно о свойствах для людей. Какой эффект дает одна чинара? Либо это пусть будет один дуб. Смотрите, вот, например, посадили чинары. Вообще я всегда хвалю чинар. Почему, скажите? Потому что посадили чинары, они растут быстро. Быстро растут, быстро дают тень. Они терпят жару нашу, полностью терпят. Они терпят безосугоустойчивость, терпят. Жару терпят. Прекрасно растут и огромную тень дают. Все говорят, вот чинары вызывают аллергию. Но фактически чинары, оказывается, не вызывают. В Министерстве инновации они как раз изучали деревья, которые дают аллергию. И они везде поставили ловушку. А в ловушке они не показали, что она вызывает аллергию. Они, у кого есть аллергия, они раздражают. Единственное, вот. А так они пострадали, что они вызывают. Кто-то сказал, что они вызывают аллергию. И все решили, действительно, от них нужно избавиться. А в связи с чем тогда произошла вот такая вырубка деревьев? Вот в связи с этим, что она вызывает аллергию. До сих пор нам приходят письма, говорят, вот, чинары вызывают. Их надо срочно убрать. Где санаторий, где больницы, нужно убрать. А фактически они не вызывают аллергию. Чтобы выросло одно дерево, сколько времени уходит? Вот смотрите, одно дерево, чтобы выросло, посеем. И осенью, если мы сеем, весной будут схожесть. И потом эти деревья растут. Вот как люди, говорю же, вот за ними первое время надо ухаживать, как и за ребенком. Через какое-то время, значит, мы сажаем их палы. Через какое-то время мы сажаем ворыки. Это получается детский сад, школа. И потом мы отправляем их в город, в свободную жизнь. У нас парки, у нас пять дендрофлор. И мы отправляем в парки растения сажать. И там это уже за свобода. Там они цветут, плодоносят. Там они развиваются. Вот точно как же люди. Какие случаи были в вашей практике, когда вам пришлось сражаться, так скажем, за жизнь деревьев? Ну, я всегда. В последнее время... Ну, вот буквально вы недавно... Тоже многолетние ясени. Я с ними... Ну, вечно я воюю. Где срублено, везде стройка идет же. Видите же, где стройка идет, там рубка идет. А можно ли, как вы думаете, вот вы как научный сотрудник, можно ли построить дом, не срубив дерево? Конечно, можно. План, который делает планы, можно немножко убрать от этого дерева. Вот вчера ситуация точно такая же. Можно было три метра оставить. Вот я даже Хакиму Городу сказала, три метра надо было оставить, лоток ставить туда. Вот смотрите, крона... Посмотрите на дерево, крона какая. Если большая крона, вы считаете, там везде такая же система идет корней. Раз вы... Я говорю, ну ладно, один метр ничего. А остальное три метра можно было оставить. А там же вот такие корни. Крупные корни. А все это убрано было. Это вообще, это точно потихонечку, не сразу, но потихонечку будут погибать растения, деревья. Просто жалко этих деревьев. Чтобы вырастить одно дерево, знаете, сколько лет надо? 50 лет, чтобы красавцы были. А вот такие уже большие деревья, это уже им 70-80 лет. То есть это как целая жизнь одного человека? Да, не хватает. Сегодня мы общались буквально с специалистом, экспертом, который выдвинул такую мысль о том, что чтобы вообще был зеленый фонд, его сохранить, нехватка воды в Узбекистане. Вот именно поэтому и срубают. Что мы можем предпринять в этом случае? Нет, это не причина, чтобы убрать дерево. Надо сделать так, чтобы вода была... Вот берутся сейчас под землю воду, да? Вот воду. Это надо аккуратно делать, понимаете? В одном месте, если постоянно будем брать, конечно, там будут проблемы. Какой метод можно использовать? Вот можно капельное орошение сделать, чтобы, например, залили, везде где-то вода много, где-то мало не было при капельном орошении. Или, например, под деревьями вот этими же не надо делать плиты. Вот видите, везде в городе вот так, как прям забетонировано или плитой окружение сделано. Вместо вот этого надо посадить цветы или газон. Цветник будет прекрасно. Цветы поливаются, поливаются. Газон поливается, поливается. И прекрасно будут выглядеть дубы. И как раз поливается. Заодно она поливается. Вот так. А насколько вот, допустим, сокращение, кардинальное, радикальное сокращение зеленого фонда в Узбекистане, в самом Ташкенте и в каждых городах страны, оно насколько отрицательно влияет на экологию? То есть на тот же воздух, на загрязнение, на пыль? Смотрите, я вот так считаю, да. Если вот, например, у нас сейчас в Ташкенте дороги раньше были, движение какое было, машины как было, раньше мало было, в те времена. Тогда у нас и микроклимат был, и растений много было. А сейчас в связи с этим увеличением дороги много деревьев уходит, правильно, вырубается. И теперь чем больше асфальт, тем больше солнечные лучи и отражаются на этом асфальте. Строятся дома, от домов идет отражение все сюда. И вот когда загазованность идет, тем больше машины, загазованность большая. Почему? Потому что, знаете, маленькие деревья могут вот этот кислород меньше выпустить, обрабатывать вот этот углекислый газ, например, превращать в кислород. Их мало, их надо миллионы сажать, чтобы вот это дало результат одного дерева. Поэтому пока они вырастут, пока сколько лет надо, надо таких, которые вот как чинар сажать. Почему? Потому что у них крупные листья. И пыль они держат, и вот это все очищает воздух и превращает нам в кислород. Вот надо, чем больше вот эти листья, дубы прекрасные они, они жесткие листья, не то что вянут. А вот многие растения даже зимой вот это аномальные жары сбрасывают листья. А каштаны? Каштаны, они горят на солнце. Поэтому надо смотреть каждому. Там должен быть хороший специалист, который знал, что дубы терпят жару. Ладно, сажайте дубы. Чинары терпят жару чинаром. А каштаны надо сажать, где большие, огромные, очень красивые деревья. Здесь есть здание, можно посадить. Или чередовать дуб под дубами, посадить, вместо оставить, посадить каштан. Тогда прекрасно будет расти. Те же привозные, например, магнолии, прекрасно будут растить немножко в затененном месте. А то их посадят на жару, а там они жарятся, и никакого вида, и не растут. То есть этим вы хотите сказать о том, что сегодня даже при посадке тех завозных видов деревьев, которые, в принципе, могут давать и эстетический, и правильный, то есть экологический, ассортимент, и правильное место подобрать. Совместно с кем нужно это делать? Ну, я им уже много раз говорю. Вот об Адану Аштрэш, вот этих ребят, которые... Благоустройство. Благоустройство города. Я говорю, давайте сюда, мы давайте мастер-классы сделаем. И лекции я прочту, куда, чтобы которые растения солнца любят, которые растения тени растут. Ну, потом я экологии сказала, давайте, ребята, организуйте здесь, мы давайте сделаем, чтобы люди знали, какое растение куда посадить, а то посадили. От того, что вот идет вот эта загазованность высокая, ну, если бы не было, если бы я не была в этих больницах, я бы не сказала. Сейчас, знаете, идет, как сказать, облучение, или, как сказать, нечистая экология. Дети рождаются пониженным тонусом. Пониженный – это как тряпка. Они не могут сидеть, они не могут только лежать. То есть это пониженный тонус рожается. Почему? Потому что родителям, оказывается, не хватает. Кислорода, ребенок мучается. И очень много инвалидов рожается. И кроме этого, сейчас вот я была сама связана с этим, онкология навалом. Онкология навалом. И вот, конечно, это все зависит от всего этого. Мы дышим кислородом. Кислород должен быть на норме. И вот эта загазованность, он высокая. Нам надо больше зелени. Раньше вот сколько зелени было, а сейчас еще должен больше. Я говорю, хорошо, что ботанические сады, видите, у нас везде зелень. Это мы, значит, обеспечиваем город кислородом, чтобы людям было что-то. Они приходят здесь, говорят, здесь прохладно. Конечно, микроклимат, где есть деревья, там есть микроклимат.